Разномет плюс. Рынок в южной части города. Работает на территории Полевского уже давно. Но, как говорит главный санитарный врач, до сегодняшнего дня собственник так и не навел порядок у торгового объекта. Нет парковки и пешеходных дорожек. Как аргумент, предприниматель приводит довод о том, что право на организацию розничного рынка у него заканчивается. И будет ли получено новое, и на какой срок, он еще не знает. Как только появится уверенность, он в тот же момент начнет работы по благоустройству прилегающей территории. Второй вопрос повестки. Рассмотрение замечаний и предложений участников совещания по поводу организации торговли все того же рынка на юге. Игорь Сурченко, начальник АБПР ОВД по Полевскому городскому округу, говорит, что при заключении нового договора на право организации рынка в южной части города, нужно учесть один момент. Это соблюдение закона по реализации алкогольной и табачной продукции вблизи образовательных учреждений. Продажа сигарет ограничена вот этот момент. Посмотреть, рекомендовать, если есть торговые палатки, которые продают непосредственно эти сигареты, если менее 100 метров, чтобы они в договоре прописывали, чтобы люди не продавали. Но это, опять же, говорю, не могу опелировать конкретными данными, потому что я не знаю, есть там 100 метров или нет. На сегодня уже есть факт, когда один из магазинов города, находящийся вблизи школы номер 20, продавал школьникам табачную продукцию. На данном этапе решается вопрос о привлечении к ответственности как предпринимателя, так и продавца. И чтобы не допустить подобного развития событий и с городским рынком «Разномет плюс», начальник АБПР и предлагает подписать данный пункт в договоре. Начальник налоговой инспекции Надежда Третьякова внесла предложение, касающееся как этого рынка, так и всех остальных, расположенных на территории Полевского. Кто торгует на этих рынках, они все являются плательщиками единого налога на именённый доход. Поскольку он 100% поступает в местный бюджет, я полагаю, что вы заинтересованы в этом. Но и мы, естественно, тоже. Поэтому мы бы предложили, что хотя бы раз в квартал, поскольку они по НВД нам раз в квартал отчитываются, рынки предоставляли дологовую инспекцию, списки индивидуальных предпринимателей, и если есть юридические лица, те, которым сданы в аренду торговые места, если это где-то можно прописать и возможно. Прежде всего, это делается для контроля за поступлением единого налога на вменённый доход, который поступает в полном объёме в местный бюджет, отмечает Надежда Владимировна. Следующий вопрос – это преображение центральной улицы с северной части Полевского. Глава города считает, что улица Коммунистическая должна выглядеть гармонично, а это значит, все фасады торговых объектов должны быть выполнены в едином стиле. По заданию Дмитрия Филиппова, сегодня определяется стоимость работ, параллельно с этим идёт и поиск организации, которая могла бы воплотить предложение главы в жизнь. А пока участники Координационного совета решили проехать по городу, дабы оценить безопасность наших магазинов, в частности, состояние крылец. Он несёт полную ответственность за безопасность этой конструкции, когда выполняют проект, когда подписываются эти документы, когда он вступает в силу. И на сегодня мы можем делать предписание по этому поводу, но ответственность вся должна быть. С Натальей Евгеньевной проезжали, посмотрели, сломанные крыльца, где-то плитка отпала, где-то ещё что-то, потом где-то свет не горел, у нас дело к зиме. После этого, когда мы с представителями архитектуры анализ этот провели, мы их всех собрали, мы всё им это сказали, каждому в лоб. Конечно, кто-то среагировал. Такие, как некоторые, да, когда чемоданов купил, вот тогда эти все резиновые новые коврики заменил. То есть кто-то среагировал, кто-то не среагировал. Но мы просто конкретно каждому говорили о том, что у вас невозможно будет подойти к магазину, у вас вот это кто-то так и не сделал на юге, как есть им, это вот рядом по Победе, да, чуть выше, как было там сломанное крыльцо, так оно и осталось. Следующая проверка торговых объектов на безопасность будет проведена в октябре. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.